Друзья, здравствуйте! Мы вновь в гостях в компании Теплодар в городе Новосибирске. И сегодня вместе с Алексеем, привет Алексей, мы узнаем о минимальном наборе дополнительных аксессуаров для твердотопливного котла. Леш, давай вот прям с азов. Что нам необходимо включить в нашу систему отопления дополнительно к котлу? Начать можно вот с этого устройства. Называется оно регулятор тяги. Работает оно автоматически и здорово облегчает жизнь пользователю. Дело в том, что наш котел в комплектации из коробки, так ее назовем, он с ручным управлением. То есть вручную загружается топливо и вручную регулируется подача. Для этого на створках подачи воздуха есть винты. Ну, у нас зима суровая, длинная, и отопительный зон тоже длинный, не набегаешься. Если есть возможность упростить задачу, надо упрощать. Вот это самое простое и надежное устройство. Устанавливается оно в водяную рубашку котла, присоединяется с помощью цепочки к створке регулировки воздуха и действует в автоматическом режиме. Настраивается оно таким образом, что когда котел начинает остывать, регулятор приоткрывает створку, увеличивая подачу воздуха и температуру горения. Когда нужная температура, установленная на устройстве, достигнута, створка автоматически прикрывается. Но не полностью. Нужно оставлять небольшой зазор, чтобы температуру этот режим поддерживать. Даже если у вас нет дома электричества, эта штука все равно будет работать. Котел становится абсолютно автономным. И от вас в том числе. Дровяной котел, угольный котел, но все равно присутствует электричество. Когда нам нужно устанавливать ТЭН в котел? И зачем вообще это делать? Вот подобное устройство. Блок ТЭН. ТЭН фактически превращает твердотопливный котел, который работает на дровах, на угле и прочих видах твердого топлива, в электрический. Но сразу хочу предупредить, что ТЭН, устанавливаемые в твердотопливные котлы, в том числе и в наши, это вспомогательное устройство. Его задача поддерживать температуру теплоносителя, когда топливо прогорело, а вас рядом нет по какой-то причине, и вы догрузить не можете, или растопить не можете, но, естественно, система должна быть теплая, чтобы не разморозиться, и в доме должно быть тепло. Так вот, ТЭН берет на себя подобную задачу. Он может работать и сам по себе, ну, скажем, в начале топительного сезона или в конце, когда еще не сильно холодно, и поэтому большие затраты топлива и высокой температуры теплоносителя еще не нужны. Но когда наступают настоящие сибирские морозы, эта штука только вспомогательная. Эта штука элемент, ну, по сути, пассивной безопасности. Он не дает системе отопления выйти из строя. А какие элементы безопасности еще нужно докупить? Да, безусловно, существует, ну, фактически обязательное устройство, которое необходимо устанавливать на систему отопления, чтобы исключить возникновение аварийных ситуаций. Вот такое устройство, называемое группой безопасности. Здесь три в одном. Поскольку на котле есть только термометр, и можно контролировать только температуру, но нам важно и давление в системе, в группе безопасности в обязательном порядке есть манометр. Второе устройство – это воздухоотводчик. В котле в процессе нагревания теплоносителя обязательно образуются воздушные пузырьки и пробки. Чтобы не допустить застаивания теплоносителя, чтобы система работала нормально, была циркуляция, воздух нужно отводить. Воздухоотводчик ставится в самой верхней части системы или сверху котла, и воздух стравливается автоматически. То есть никаких ваших усилий здесь не потребуется. И третье устройство – это аварийный сбросной клапан. Он устанавливается на определенное давление срабатывания, и как только это давление достигается в системе, он автоматически сбрасывает теплоноситель из системы наружу. Вторая возможность – это ручная, ручной сброс теплоносителя. То есть можно, если вы видите на манометре, что давление растет, можно теплоноситель сбросить. Но при этом надо не забывать, что уменьшение объема теплоносителя повышает его температуру, если котел продолжает в том же режиме работать. Поэтому нужно будет и его придушить в этот момент. А затем, естественно, заполнить систему, восстановив ее объем. Это базовые вещи, которые, в принципе, обеспечивают бесперебойную работу котла. Ну, естественно, в рамках работы одной закладки дров или одной закладки угля. А какие решения еще существуют для того, чтобы повысить эффективность работы котла? Да, такое решение есть. Это электронное устройство, которое обеспечивает автоматизацию работы котла. Как я уже говорил, котел из коробки – он с ручным управлением. Естественно, загрузка топлива и чистка по-прежнему вручную осуществляется. А вот самая тонкая операция – регулировка температуры – она отдается на откуп вот этому устройству, называемому турбонаддув. Он состоит из двух основных частей. Это вентилятор, который устанавливается в нижнюю дверку котла, обеспечивая непрерывную подачу воздуха на горение. Это пульт управления. Контроллер, который, естественно, подключается к вентилятору, управляет его работой. Пульт управления оснащен набором датчиков. Это датчик температуры теплоносителя и датчик температуры воздуха. Благодаря показаниям этих двух датчиков и происходит автоматическое поддержание установленных на контроллере режимов работы. Благодаря этому вы не бегаете к котлу каждый раз, потому что вы настроили заранее все необходимые параметры. Во-вторых, такая вот плавная и точная регулировка температуры за счет цифровой начинки контроллера она еще и позволяет сэкономить топливо. То есть время непрерывного горения на основной закладке может еще на час-полтора-два увеличиться. Должен так. ТЭНом нужно как-то управлять? Я думаю, даже можно. Для этого разработан вот такой пульт управления. Просто чтобы вы не бегали каждый раз и не нажимали кнопку включения-выключения. То есть ТЭН подключается к сети электрической через этот пульт. На этом пульте есть клавиши, которые позволяют выбирать ступени мощности. Поскольку блок ТЭН состоит из трех частей, каждая из них работает независимо друг от друга. И мощность вы можете выбирать. А здесь стоит термостат, регулятор температуры. Выставляете нужную температуру, включаете блоки ТЭН, дальше все происходит автоматически. Благодаря этому ТЭНы и топливо не работают одновременно в пусту расхода ресурсов. Итак, друзья, мы определились, что есть несколько простых устройств, недорогих устройств, которые навешиваются на вашу систему отопления, навешиваются на котел, условно говоря, и делают более безопасной его работу. Что ж, Алексей, спасибо большое. Рад был тебя вновь видеть. Взаимно. Ну а я приглашаю всех в магазины сети Форнакс и на сайт форнакс.ру там есть все необходимое для обустройства системы отопления. Естественно, котлы Теплодар.